Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес и я, его ведущий, Игравцев Сергей. Сегодня мы рассмотрим такой тренажер, как разведение ног, так как вариантов выполнения данного упражнения существует масса, но не все понимают, в чем же разница. Вот и давайте попробуем разобраться, как же подкачать нашу пупочку, чтобы она была как орех. Итак, мы видим самое банальное классическое положение на тренажере. Здесь будут работать большая ягодичная мышца, а также грушевидная мышца. Мы не будем в этом выпуске углубляться дальше в вспомогательные мышцы и мелкие мышцы. Вместо этого ответим на вопрос, который интересует, как правило, 90% девушек. Какие мышцы мне качать? Чтобы у меня была упругая и выпуклая попка. Именно эти мышцы вам следует качать, чтобы попа была орехом и чтобы она выделялась. Единственный минус в этом упражнении заключается в том, что вы оставляете без внимания внешнюю поверхность бедра. И дабы искупить ей грех и придать бедрам и ягодичкам более естественные анатомические формы, вы можете откинуть стюшку тренажера назад, тем самым включив напрягатель широкой фасции бедра, а также среднюю и малую ягодичную мышцу, что, конечно же, придаст ягодицам еще более выразительный и сногсшибательный вид. Ну и чтобы полностью достичь понимания вами данного тренажера, оговорюсь еще о двух популярных упражнениях. Первый – это с опущенной спинкой вперед. Это положение заставит еще больше выключить напрягатель широкой фасции бедра и перенести нагрузку на большую ягодичную мышцу. При условии, что вы держите стопы максимально близко к себе, как показано на видео, горячие ягодички вам обеспечены. Не буду глубоко углубляться в данный вариант упражнения. Лично я считаю его неправильным, но оно почему-то очень-очень популярно у девушек. Ну, оговорюсь только о том, что здесь будут задействоваться как мышцы бедер, так и, в общем-то, мышцы ягодиц. Но здесь нет концентрации и изоляции, предусмотренной тренажером. Так что лично я считаю, нет необходимости выполнять данный вариант в принципе. Субтитры сделал DimaTorzok